И вот здесь Лавров очень хорошо пишет, это самый большой авторитет. Я вам дальше немного на примерах покажу, что дальше идет. Ну вот сейчас сегодня, между тем, являясь народом тюрказичным, в языке и культуре карачаевцев, карачаевцев и буркарцев ярко проявляются алано-осетинские следы. Осетинских элементов в языке, фактуре, топоримике, религиозных верований карачаевцев и буркарцев довольно много. Как установлено Лавровым, до сих пор многие вершины, перевали, урочище, речки в горах носят аланские и древнеосетинские названия, подтверждая сказанное множество других исторических источников. В Верховных Кубани, Миллер, Кузнецов, Галпло обнаружили, вот это известный Кавказовец, обнаружили много иранские топоримики, объясняемость позиции осетинского дегурского языка. Например, ком, кам, дан, рогсфорд, рух, дудоуат и много других терминов. У Абаев специально два раза ездил туда, в Карачаево-Балкарию, изучая экспедицию, и обнаружил в карачаевсо-балкарском так называемом языке более 200 осетинских слов. 200 осетинских слов, все-таки оставшиеся аланы, какое влияние оказали на пришлих вот этих половинских ульев во время, скажем, или этого народа в итоге. Да, и вот настолько авторитетными были аланы, видимо, до прихода 19-го столетия, что после того, как уже сформировались новые народности, балкарцы-карачаевцы, по-прежнему соседи их назвали называть аланами. Вот сейчас, что сегодня кричит на Ахмыгах тоже алами, это идет не от того, что их соседи называли аланами. Соседи еще по-прежнему, по привычке продолжали их называть аланами. Примеры. Вот, например, Нуглов, это самый крупный историк адекского народа, в 40-х годах 19-го века, в 19-е веке издал он книгу «История адекского народа», там он перечисляет племена, которые плотят дан кабардинским феодалам. И среди них такаульские осетины, дегорцы, балкарцы, чеченцы, хуламцы, дальше карачаевцы, тереосетины, уруспеевские осетины, уруспеевские – это тоже балкарцы, так далее. Это все это вот, то есть балкарцы. Да, спустя 40 лет научную поездку в горное общество кабардин совершает Миллер Ковалевский. Обнаружив в языке карачаевцы и балкара осетинские слова, они окрестили их «ататаревшими осетинами». Это слова Миллера. После того, как сформировались карачаевцы балкарцы, как народность, их соседи, свани и рачинцы, продолжали называть прежним именем «оси-овсы». Вот грузинских источников, они проходят по алкарце карачаевцы как «оси-овсы», как нас осетин называет в итоге. О том, что территории Карачаева до появления карачаевцы были заселены предками осов, писал и Григорий Чевчурсин, один из известных ученых-этнографов кавказоведов. Что долину Археза в эпоху создания надписи, Залинчевской надписи 11-12 столетия, на сериале «Осетине» писал также выдающий американский лингвист Владислав Сгусто. Именно спасибо, мы должны ему сказать, что именно в длительном споре за эту надпись стали его читать и на войнарском языке, на адырском языке, на карачаевском, на каких языках только не читали. Но потом благодаря, спасибо этому известному американскому учену, ческому правительству Владиславу Сгусто, он поставил окончательную точку в этом споре. Никто не слушал ни Абаева, ни других, и этот Сгусто тоже вот так говорит. Дальше, ну я вам говорил о том, что уже совершили экспедицию Абаева, и 200 слов, более 200 слов он нашел в Кабардино-Болгарском. В итоге, если мы возьмем, допустим, 10 слов в Карачаево-Черкесском, в Карачаево-Болгарском, то из них 6 тульских и 4 осетинских. Вот такое сочетание приблизительно. И поскольку 6 больше, чем 4, они считаются именно турказическим народом беденки. Такое сильное влияние алландной языки и культуры пришельцев Лавров объясняет следующим образом. Не исключено, что алландское население в горах сохранилось еще долго после того, как на плоскости во второй половине 13 века оно уступило место кабардинцам. То, что они в горах, они долго сопротивлялись именно монголу и татарам, писали очень многие путешественники европейские. Не исключено также то, что алландское население гор не было вычислено пришедшими на территорию новыми предками карачаевцев-болгарцев. Не было вычислено. Ассимилировалось, смешались друг с другом. И далее. Осынное влияние субстратного населения свидетельствует то, что карачаевцев и болгарцев их соседи называли осетины или валами. То есть соседи продолжали рассматривать позднейшие населения Карачаи и Болгарии как потомков прежнего алландского населения. Ищет Лавров в странице 77 его работы. Как писал еще Кумиков, это известный кабардинский хроник, в источниках вплоть до 19-го столетия территория, занимаемая болгарцами, именуют Аланьей. До 19-го столетия именовали в источниках его Аланьей. Так по эрекции карачаевцы-болгарцы используют обращение «Алан» до сих пор. И говорят о том, что мы Аланьи вот этим самым кишальцами. Дальше более 40 лет исследованием исторической территории Верховной Кубани занимает один из самых авторитетных археологов, ученых, специалистов по древней истории Северного Кавказа Кузнецов. В своей книге «Аланий Кавказ. Осетинская эпопея обретение Родины». Я его на всякий случай принес, потом буду говорить вам об этом. Да, он дает квалифицированный ответ сторонникам тюркского этноцентризма, этногенетического мифа, а якобы тюрк, язычность и алан карачаевцы-болгарским аланоманом. 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 Вот что он пишет. «Основной и решающий компонент в данном процессе этногенеза карачаевцев и болгарцев имеется в виду тюркский, кипчака-поладецкий, но не аланский. Следовательно, утверждать, что балкарские карачаевцы являются аланами, и экстраполировать аланское наследие и историю западной Алании на себя неправомерно. Балкары-карачаевцы имеют отношение к аланам и к аланской проблеме как субстрат, как вот эта основа, о которой нам вам говорят, субстрат. То есть отношение вторичного порядка, лежащее в сферу влияния и заимствований. Первичным является тюркская, кипчака-поладецкая основа. Да. В общем, таким образом, можно со всей лингвистической, антропологической, архологической, этнографии, издания говорят о том, что до XIII века на территории Балкарии-карачаево проживали аланы, говорившие на языке близком дегорскому диалекту современного осетинского языка. Еще, что было интересно, до самого недавнего времени сами болгарцы и карачаевцы не оспаривали это имение. Вот в 59-м году в Кунальчике была сессия о происхождении карачаево-болгарского народа. И прямо там написано сессия, специальная сессия по этногенеджу карачаево. И прямо там записано, что они являются предками, их предками являются полуцитуйские чаки. Вот сейчас, наверное, в последнее время так происходит с ними. Да. Раньше не отказывались от своих турказийских предков, живо им интересовались, вполне законно гордились. Подтвердает сказанная позиция в этом вопросе история самого известного представителя карачаево-болгарского народа Кальсина Кулиева. Очень интересная вещь. Я хочу немного обратить на это внимание. В интернете была такая штука, Настя, это ваш материал. В интернете появилась вот такая штука, называется Кальсин Кулиев о своих предках. Да. И вот он, что пишет. Вот здесь Кустах и Тагуров и Кальсин Кулиев вместе. Я вам в отдельном моменте зачитаю отсюда. «Если бы оба поэта дожили до наших дней, Кальсин не дожил совсем чуть до охвативший его народ Аланамани, совсем чуть-чуть Аланамани, они бы очень удивились этим спором о предках. Кальсин удивился бы вдвое, что после смерти его объявили великим поэтом Аланского народа. великим поэтом Аланского народа. Весь Свет Кальсин прекрасно знал, кем были его предки. Как настоящий кавказец, он живо интересовался историей своего народа. Вот у него была встреча с одним своим коллегой Леоном Мгадичан, аргянским другом, и у них была эта самая переписка, и вот такой диалог между ними состоялся. И Леон Кальсин вспоминает разговор с ним. Леон, да, он обращался к Леону. Леон, знаешь ли ты, что балкарцы это те же половцы? И Ширкайсин Кулиев. Кончак, Кончак, это их руководитель, был великим полководцем. Слово о полку о нем написано. Это невыдуманное лицо. Сохранилась грамматика половцев составленная греками. У меня есть фотокопия рукописи. Это грамматика современного болгарского языка. За столько веков никаких изменений в языке. Наш язык самый чистый из тюркских языков. Какую авторитет им еще надо принести. В 70-х годах в журнале в одном из российских журналов он опубликовал Кипчак Айе так называемая половецкая степь называется поэма. И вот в этой поэме тоже приводятся отрывки приводятся как он гордится своей родиной и так далее своими потомками и так далее где были его бабушки и так далее подобные и прочее подгодятся этим. Да. Ну вот в этой же штуке есть такие же эти самые вентиленты появились в два момента я вам зачитаю. Я никогда не понимал почему карачаевцы предпочли Аланов Половцев. Аланов Половцев. Имя Половцев Кипчаков ничуть не менее почетное и известное чем имя Аланов. В чем они увидели преимущество отказа собственных великих предков ради попытки присвоить чужих загадка для меня. А другой ему как поотвечает да все просто объясняется на самом деле волей исторической судны они оказались на аланских землях там есть аланские памятники но нет кипчакских Алани на Кавказе появились раньше не жили Половцы у Аланов на Кавказе было свое государство Половцев нет сегодня болгарцам приходится в негласном противопорстве с англо-черкесами доказывать свою архаичность свое историческое право на территории которые они сегодня населяют а они в этом смысле гораздо перспективнее нежели Половцы вот и весь секрет вот таком духе отвечает именитин вот даже такой случай в прошлом году в сентябре месяце союз писателей осетии организовал именно пригласил представителей осетии представителей писательских организаций со всего Кавказа были ингушские представители болгарцы карачаевцы даже из Крыма и так далее ну на этом я являюсь председателем попечительского совета союза писателей и меня попросили тоже два слова сказать ну я подумали о чем мне говорит я писателю звучит не буду как писать и взял вот эту тему немного поднял и когда дошел до этих моментов почитали и так далее этот полкарец буквально с ума сошел выскочил на кафе начал говорить о том что Камали восстанавливает идите приведите себя в порядок и потом придете и поговорите ничего не понятно как это Мини Алани чуть ли не эти сами в кулаки он хотел полезть и так далее Николани это мой ученик Касин Кули и тому подобное и прочее вот такая реакция и с ними разговаривали сейчас на эту тему видимо видимо этого нет ну вот такие порядки ну можно было что-то сказать но в основном это по-моему вам ясно вот такое отношение они имеют сегодня именно к голландской культуре в целом ясно ясно ясно